Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Специальная оценка условий труда как оружия классовой борьбы». Ведет занятие кандидат медицинских наук Денис Борисович Катерюк. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Тема нашего занятия сегодняшнего обозначена. Ну и несмотря на то, что в ней прозвучали слова «классовая борьба», видимо, словосочетание «Специальная оценка условий труда» создало впечатление, что тема эта скучная, маловажная, ненужная. И мы видим, что слушателей пришло достаточно мало. Конечно, работа в комиссии по специальной оценке условий труда – это не то, что строить баррикады, так сказать, и идти напролом. Но, тем не менее, как нас учит Маркс, вся история человечества – это была история борьбы классов. Она продолжалась во всех частносообщественных формациях, продолжается она и сейчас. Но в каждый период времени, в зависимости от того, какая общественная формация, в зависимости от того, насколько развиты производительные силы, насколько сильны те или иные классы, каковы внешние обстоятельства, эта борьба принимает самые разнообразные формы. Мы знаем, что классы борются между собой не потому, что обладают какой-то особой вредностью или им нравится друг с другом бороться. Каждый класс – эгоист, и он борется за свои интересы. Эти интересы входят в противоречие, соответственно, возникает борьба. В настоящее время в России мы живем в период реставрации капитализма. То есть у нас капиталистическое общество, капиталистический способ производства. Соответственно, его формируют два основные класса. Это класс работодателей и класс наемных работников. Класс рабочих. Какие классовые интересы у класса работодателей? Получить максимальную прибыль. Для этой цели делается все, что возможно. А что нужно сделать? Поскольку прибыль получается из прибавочной стоимости, которая образуется из чужого неоплаченного труда, нужно сделать так, чтобы наемные работники работали как можно больше, как можно дольше, получали за это как можно меньше, ну и, так сказать, максимально снижать другие затраты на производство, которые входят в издержки производства. Соответственно, уменьшая заработную плату, увеличивая продолжительность рабочего дня, увеличивая продолжительность трудового периода, тем самым работодатели получают добавочную, прибавочную стоимость. Заинтересованы ли работники в таком положении дел? Конечно, нет. Если мы говорим о рабочем классе, который является выразителем интересов всех наемных работников, то здесь мы можем сказать, что его интересы существенно более многообразны и более сложны по сравнению с классом работодателей. Но если сформулировать их одной фразой, то эти интересы укладываются в цели социалистического производства, то есть непосредственно общественного производства. Это достижение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Возможно, это только по этой реализации, конечно, при ликвидации и эксплуатации и в дальнейшем по мере ликвидации разницы, устранения разницы между классами. Уже не классами не эксплуататорским и классами эксплуатированных, а уничтожение разницы между людьми умственного и физического труда, между городом и деревней, между мужчинами и женщинами. Понимаемо в том смысле, что это прежде всего сокращение рабочего времени, увеличение свободного времени как всего общества в целом, так и каждого члена общества. И, конечно, это улучшение условий труда. Мы знаем, что именно условия труда наряду с положением в системе общественного производства, наряду с отношением к средствам производства резко отличают положение рабочего класса от класса работодателей и от класса мелкой прорезии. То есть рабочий класс находится в наиболее тяжелых условиях и на рабочем месте подвергается воздействию вредных и опасных факторов. Поэтому борьба за улучшение условий труда как в условиях капитализма, так и после победы социалистической революции является одной из важнейших задач рабочего класса. Не надо думать, что эта борьба идет в одностороннем порядке. Со стороны класса работодателей постоянно мы видим попытки ухудшить условия труда. Каким образом это достигается? В широком смысле, если брать условия труда в широком смысле, то в частности понижением заработной платы. Потому что заработная плата тоже входит в условия труда, как условия материального производства. Но вместе с тем, каждый отдельный работодатель, стремясь минимизировать издержки, стремится также в условиях своего производства снизить расходы в том числе и на улучшение условий труда, на охрану труда, на обеспечение безопасности труда. Несмотря на то, что объективно это является более выгодным, но пробелы в законодательстве и существующая система социального страхования позволяет перекладывать часть издержек, возникающих связанных с профессиональной заболеваемостью, с травматизмом, на, так сказать, себя перекладывать на общество в целом. И здесь тоже возникает противоречие между интересами каждого отдельного работодателя и класса работодателей в целом, то есть капиталистического класса, компенсировать издержки своих отдельных представителей, платить за ошибки и платить за жадность отдельных предпринимателей, которые на своих предприятиях не обеспечивают безопасные условия труда и не обеспечивают, соответственно, охрану жизни и здоровья работников. Поэтому государством предпринимаются попытки с одной стороны провести объективную оценку состояния условий труда на предприятиях, с другой стороны попытаться переложить часть этих издержек, возникающих в связи с повышенным травматизмом и заболеваемостью, на плечи тех работодателей, которые, так сказать, владеют производствами с вредными и опасными условиями труда. И еще один момент. Конечно, если это возможно, то есть стремление уменьшить и общие издержки, связанные с предоставлением дополнительных выплат, с предоставлением дополнительного времени отпусков, с предоставлением досрочного выхода на пенсию. Когда говорят о повышении пенсионного возраста, вопрос о льготных, так называемых, пенсиях, о досрочном выходе на пенсию, он остается несколько в стороне. И обсуждается, так сказать, на поверхности идет обсуждение увеличения общего возраста выхода на пенсию по достижению определенного возраста. Но вместе с тем идет порой незаметное ползучее наступление на пенсионный возраст тех, кто трудится во вредных и опасных условиях труда. Потому что достаточно, по нынешнему законодательству, достаточно признать условия труда безопасными или допустимыми. И с этого момента никакой льготный стаж уже не начисляется, хотя предыдущие годы этого стажа сохраняются. Таким образом, можно без особых усилий, даже не изменяя пенсионное законодательство, увеличить пенсионный возраст у достаточно большого числа людей. При этом надо понимать, что это люди, занятые в основном в материальном производстве, либо занятые в социально важных сферах общества, где наблюдается, в связи с неграмотной политикой в отношении самого производства, в отношении заработных плат, социальной гарантии и в отношении профессионального образования наблюдается дефицит кадров, наблюдается старение. Мы знаем, что старение кадров характерно как для сферы материального производства, так и для таких социально важных сфер, как здравоохранение и образование. Поэтому в этих сферах как раз имеется место назначение досрочных пенсий. Понятно, что многие «добровольно» вынуждены трудиться после достижения пенсионного возраста, потому что уровень пенсии такой, что не обеспечивает нормальное существование человека. Не говоря же о том, что уровень жизни резко падает практически у любого человека, если он не получает пенсию госслужащего после его достижения пенсионного возраста и выхода на пенсию. Поэтому при внедрении специальной оценки труда здесь имело место столкновение трех групп интересов. То есть, это интересы класса работодателей в целом, которые представляет государство, это интересы наемных работников, и это интересы каждого конкретного работодателя, который по закону должен на своем предприятии, должен на своей организации осуществить, провести эту специальную оценку труда. Специальная оценка труда была внедрена в 2014 году. До этого существовала так называемая аттестация рабочих мест. Аттестация рабочих мест, несмотря на то, что это также было принято законом федеральным, но тем не менее, продвигалась она очень медленно. Там какие-то особые чувствительные штрафные санкции не были предусмотрены. и продвигалась она крайне медленно. То есть, за весь период аттестации было аттестовано, если я не ошибаюсь, около 11% предприятий. Все остальные, 11% рабочих мест. Все остальные рабочие места оставались неаттестованными. Соответственно, условия труда, признав класс опасности на этих рабочих местах, определялся в соответствии со списками, так называемые списки 1 и 2, или в связи с постановлением правительства, которые регламентировали, соответственно, либо все льготы и компенсации, которые положены в связи с какими-то вредными и опасными условиями труда. И вот в 2014 году была внедрена специальная оценка условий труда. И вводя специальную оценку условий труда, государство сделало значительный шаг навстречу, но не наемным работникам, а работодателям. Заключалось это в том, что методика проведения специальной оценки труда была значительно упрощена по сравнению с предшествующей аттестацией рабочих мест. Но это не свелось просто к упрощению методики, а, к сожалению, были выброшены очень многие важные факторы, которые, с одной стороны, должны были оцениваться при проведении аттестации рабочих мест, с другой стороны, методика проведения специальной оценки труда вошла в противоречие с действующим ГОСТом, который предусматривает определенный классификатор вот этих вредных и опасных условий труда. То есть, у нас получилась вилка законодательная. С одной стороны, ГОСТ, где есть определенные совершенно нормы, и есть специальная оценка труда, где эти нормы сокращены. Ну, вот, в частности, это касается виброакустической нагрузки, то есть, шума и вибрации, которая по специальной оценке труда оценивается только в помещениях, где непосредственно находится источник шума или вибраций. А вот в смежных помещениях, даже несмотря на то, что там уровень шума или вибраций может быть не меньше, чем в непосредственной близости, в каких это случаях? Например, тонкие, не звукоизолирующие перегородки. Вот есть, так сказать, машинный зал, есть пультовая. Между ними тонкая перегородка. Шум практически одинаковый. Ну, а специальная оценка труда уже не предусматривает измерение уровня шума в этом помещении, потому что оборудование, производящее шум, находится в соседнем помещении. Или, например, убрана оценка, убран фактор наличия естественного освещения. Оценивается только общая освещенность. Соответственно, люди, которые на своем рабочем месте не имеют естественного освещения, вроде как, так сказать, их рабочее место никак не отличается от всех остальных. А это подземные работы, это работники крупных торговых центров, где нет доступа к естественному освещению. Вот. И так далее. То есть, там офисные какие-то помещения большие. А между тем доказано, что отсутствие естественного освещения является фактором стресса. Оно создает стресс. Оно, так сказать, ухудшает здоровье человека, сказывается на его психоэмоциональном состоянии. повышает, соответственно, травматизм на рабочем месте и повышает заболеваемость, связанную с производственным стрессом. И примеров здесь можно приводить множество. Значит, все эти негативные тенденции, они были замечены, они были проанализированы еще на стадии разработки специальной оценки труда. И несмотря на то, что мы так вот традиционно критикуем ФНПР за соглашательскую позицию, но здесь в вопросе специальной оценки ФНПР оказалась на высоте и проведена была большая работа по анализу этого закона и методики, хотя методика появилась позднее, то есть сначала был введен закон, который предусматривал спецоценку, а потом введена методика. И когда вводили методику, оказалось, что все далеко не так радужно. Значит, тем не менее, несмотря на то, что направляли свои предложения в адрес Минтруда, но тем не менее и в пенсионный фонд и так далее, тем не менее, это не возымело необходимого действия и методика была введена вот в том негативном виде, который мы сейчас имеем. Который мы сейчас имеем. Чем чревато введение специальной оценки труда для работников? Что оказалось? Оказалось, что можно просто, так сказать, проведя вот эту процедуру, без какого-то реального улучшения положения дел на рабочем месте, то есть без внедрения нового оборудования, без обеспечения более безопасных условий труда, без замены технологического процесса, значительно улучшить условия труда. Просто как по мановению волшебного палочки. Провели специальную оценку и у вас вредность на рабочем месте исчезла. Чтобы не быть голословным, приведу цифры с официального сайта Министерства труда. Итоги 2017 года охрана труда. Довольно бравурные оценки, но мы хотим коснуться именно специальной оценки условий труда. Каковы итоги? Всего за период с апреля 2014 по декабрь 2017 спецоценка проведена на более чем 11 миллионах рабочих мест. Это 22 процента от общего числа, на которых занято свыше 15 миллионов работников. Улучшены условия труда более чем на 1,7 миллионов рабочих мест. Понимаете? То есть прямым текстом говорится о том, что провели специальную оценку и оказалось, что это улучшило условия труда на 1,7 миллиона рабочих мест. Да, и многие работники были неприятно удивлены тем, что придя на работу в один прекрасный день, они обнаружили, что у них уже проведена оказывается специальная оценка труда, и никакой вредности у них нет, они теперь работают в благоприятных условиях труда, и ничего им больше не полагается. Ни сокращенного рабочего дня доплат за вредность, и в перспективе им грозит выход на пенсию, как всем остальным гражданам. Поэтому, конечно, были такие случаи, и случаи эти связаны с тем, что профсоюзная организация либо отсутствует, либо недостаточно работает. либо она не включилась в проведение этой специальной оценки труда. Или третий вариант. Руководство профсоюза, профорг или профком заняли соглашательскую позицию. Соответственно, подписали формально проведенную специальную оценку труда, и соответственно, это привело к тому, что положение работников ухудшилось. Надо сказать, что в самом законе Сауд, я сказал, что резко ухудшилось, на самом деле, там немножко хитрее все это сделано, и для тех работников, которые были приняты на работу до 1 января 2014 года, для них эти льготы прежние не сохраняются. А вот для новь поступающих на работу на те предприятия, где была проведена специальная оценка труда, здесь уже соответственно нет уже льготы, либо они уменьшены, если просто уменьшился класс опасности. Уменьшился класс опасности. Таким образом, дополнительно еще вносится раскол трудовой коллектив, получается две, одни более находятся в привилегированном положении, это старые работники, а новые работники, молодые поступающие, вновь поступающие на работу, они оказываются лишены. Таким образом, подрывается почва для совместной борьбы за улучшение условий труда. Потому что, с одной стороны, здесь все сохранилось, здесь пришельцы воспринимаются как некие агрессоры, а что вы хотите, все по закону сделано, все нормально. Мы видели это на примере петербуржского города Тротранса, мы видели это на примере других предприятий, но надо сказать, что не везде борьба в комиссиях по специальной оценке труда склоняется в пользу работодателя. Вот, например, на сайте Забастком 8 января была опубликована заметка «Калужское производство Volkswagen Group Rus оценили как вредное». Профсоюз МПРА добился для работников монтажного цеха завода Volkswagen Group Rus класса вредности 3,2 по СОУД. Соответственно, каким образом происходило это? Огромную роль в этом сыграли участвующие в проведении замеров активиста МПРА Станислава Качанов и Анна Царева, которые буквально не слезали с представителей компании, проводившей СОУД, и следили за каждым их действием. Так? То есть, там, где люди занимались этим вопросом, там, где они не дали провести это формально или вообще заочно, там удалось добиться сохранения вредности. Хотя, надо понимать, что задача это, в общем-то, не сохранить доплату за вредность, а добиться улучшения условий труда. И одной из целей СОУД, и это прямо прописано в законе, является улучшение условий труда. То есть, по итогам специальной оценки условий труда, должен составляться перечень мероприятий по улучшению условий труда. И эти мероприятия должны в дальнейшем реализовываться. Естественно, что сами собой они не реализуются. И здесь очень важна роль именно профсоюзной организации. Соответственно, мы видим, что была попытка со стороны коллективного собственника надавить на собственников индивидуальных, на собственников средств производства, для того, чтобы они провели оценку условий труда. В том случае, если условия труда являются вредными или опасными, они должны были платить, ну и должны вообще-то платить больше в фонд социального страхования. То есть, выплаты у них должны повыситься. Если работодатель обеспечил безопасные условия труда на своих рабочих местах, выплаты снижаются. Таким образом, должно было стимулировать обновление производства, стимулироваться и реальные мероприятия по улучшению условий и по охране труда. Но это вошло в противоречие с той методикой оценки, которая была предложена. А методика позволила снизить класс опасности без всяких на то усилий. Еще один негативный момент, который заложен в соут, это то, что класс опасности может быть уменьшен на один или два пункта при применении эффективных средств индивидуальной защиты. Или средств коллективной защиты. Что является вообще нонсенсом. Потому что от того, что средства защиты применены, сами условия никак не меняются. Может быть уменьшено вредное воздействие на организм человека. Но на условия это воздействие не на ту часть системы. Еще один негативный момент. Это то, что из методики соут полностью исключен фактор травмоопасности рабочего места. То есть травмоопасность не оценивается. А вот так не оценивается травмоопасность. Но при этом в том же законе прописано, что одним из поводов для проведения внеочередной спецоценки является получение травмы на рабочем месте или увечья. То есть травмоопасность не оценивается, но если травма возникает, надо провести еще раз оценивать. А что мы будем оценивать, если травмоопасность не оценивается? Значит, просто провели еще раз эту процедуру, травмоопасность не оценили, работодатель деньги заплатил, работник ничего с этого не получает. Ну, и такими вот, так сказать, неувязками вот этот закон полон. Кроме того, мы знаем, что на предприятиях, на которых есть вредные и опасные условия труда, там проводится еще производственный контроль выполняется. Идет он по линии, во-первых, локальные нормативные акты и по линии Роспотребнадзора. Соответственно, там собираются, измеряются те же самые вредные и опасные факторы, но они измеряются не по методике СОУД, а измеряются не по ГОСТу. Соответственно, здесь возникает два информационных потока. С одной стороны, по линии СОУД идет сообщение о том, что все хорошо, все безопасно. С другой стороны, по линии производственного контроля идут данные о том, что вредность, так сказать, есть вредность, есть вредные факторы. Это там шум, вибрация, аэрозоли, вредные химические вещества и так далее. Соответственно, здесь нет соответствия между СОУД и ГОСТами. Ну и, кроме того, в случае, если результаты СОУД не устраивают работников, не устраивают профсоюз, то есть, они не согласны, есть право обратиться за государственной экспертизой условия труда. Здесь загвоздка заключается в том, что обращение это идет в Роструд, а Роструд не обладает ни лабораторной, так сказать, базой. У них нет никаких средств для того, чтобы проконтролировать эти параметры. Вот. И получается заколдованный круг, вырваться из которого может помочь только активная позиция самих работников и активная позиция профсоюза. Теперь, что со стороны работника. Можно, конечно, сидеть и ждать, пока работодатель придет, принесет тебе готовую заполненную карту СОУД и дополнение к твоему трудовому договору, где будет написано, что с такого-то времени ты работаешь в цветнике на свежем воздухе, все у тебя хорошо. Тем более, что микроклимат теперь тоже не оценивается. В том случае, если нет, при работе на свежем воздухе, так сказать, на открытом воздухе не оценивается микроклимат и не оценивается в помещениях, если там нет источников новооборудования, производящего холод или тепло. То есть, все хорошо. Все работают практически в офисе. Да и то, с выключенными компьютерами. Что делать в такой ситуации? Конечно, сидеть и ждать не нужно. Если есть профсоюз, есть первичная профсоюзная организация, она должна включаться в эту специальную оценку еще до того, как этот процесс будет инициирован работодателем. Времени остается, в общем-то, не так много. Прямо, скажем, его осталось совсем мало. Потому что, опять же, по тем же сведениям Министерства труда, до 31 декабря 2018 года предполагается обеспечить оценку условий труда всех оставшихся в экономике рабочих мест. Это 48 миллионов. То есть, с 2014 по 2017 год за три года было 22%. И вот за оставшийся, так сказать, год нужно всех быстренько провести, быстро эту специальную оценку. Понятно, что здесь тянут умышленно работодатели с этим. Для того, чтобы подогнать, так сказать, под сроки, ну, есть этот срок и установленный закон. Если в этот период не проведена спецоценка, значит, соответственно, дальше следуют штрафные санкции. Но самое главное, что проведение специальной оценки в максимально сжатые сроки, так сказать, как у нас порой проводятся те же самые выборы, да? То есть, нет времени для того, чтобы ознакомились избиратели как следует с программами и так далее. Этот процесс надо максимально сократить. Так же и здесь. Максимально сократить время, в которое работники и их представители могут участвовать в этой специальной оценке. Давайте мы быстренько проведем сейчас формально. Да, так сказать, нам же надо и вам надо. Зачем нам штрафы? Штрафы не нужны никому, правильно? Мы же с вас, так сказать, с работников потом возьмем эти деньги на штраф. Потому что вы препятствовали, вы мешаете. Мы вот проводим сут, а вы мешаете. У нас остался год, полгода, месяц. Надо скорее ее провести для того, чтобы, так сказать, всем было хорошо. А потом мы как-нибудь разберемся с вашими условиями труда. Мы вам все сохраним, все, не волнуйтесь. Вот. Но этого не будет, естественно. Так сказать, надеяться на милость работодателей не следует. Значит, безусловно, для того, чтобы профсоюз активно занимался этим вопросом, он должен быть подкован. Каким образом? Изучить сам закон. Первое. О специальной оценке труда. Изучить методику. Два. Третий момент. Возможно, член, может быть, желательно в высшей степени, так сказать, кому-то из членов профсоюза, а, скорее всего, это, так называемые, общественные полномоченные по охране труда, которые есть в крупных профсоюзных организациях, пройти обучение по этой специальной оценке, так сказать, изнутри посмотреть, как это все делается. Тем более, что на коммерческой основе эти, так сказать, курсы проводятся. Ну и, наконец, есть хороший положительный пример. Вот я продемонстрирую. Федерация профсоюзов Свердловской области подготовила такие методические рекомендации. Организация работы представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в составе комиссии, проводящей специальную оценку условий труда. Еще в 2015 году. Значит, методичка есть в сети интернет, можно с ней ознакомиться. Я думаю, что мы разместим ее, наверное, и на сайте фонда Рабочей Академии. Там расписаны все факторы, так сказать, негативные, связанные с специальной оценкой труда. Написано, как с ними бороться. Пошагово расписана вся методика, как нужно, так сказать, какие шаги необходимо предпринять первичной профсоюзной организации для участия в работе комиссии по специальной оценке труда. Очень рекомендую всем, кто заинтересован в том, чтобы условия труда у него улучшались, а не ухудшались. Ну и в сохранении, конечно, того уровня заработной платы, который у него был. В сохранении льгот и компенсации. Потому что мы знаем, что даже устранение вредного фактора сразу не приводит к резкому улучшению состояния здоровья. Потому что есть определенное следовое действие. Если мы возьмем, допустим, то же самое, ну это не производственный фактор, но вредный. Например, фактор курения. Вот если человек прекратил курить, то риск заболеть раком легкого у него сравнивается с остальным населением только через 10 лет. То есть, через 10 лет, после того, как прекратилось действие этого вредного фактора, ну там ряд факторов вредных. Через 10 лет риск становится таким же, как для остального населения. А на рабочем месте порой человек подвергается воздействию не менее вредных и опасных факторов. Поэтому говорить о том, что сегодня мы сделали условия трудобезопасными, и завтра, так сказать, все будет уже хорошо, и не надо никаких льгот и компенсаций, это в корне неверно. В корне неверно. Значит, соответственно, наша задача, если мы говорим о фонде рабочей академии, о рабочих корреспондентах в университете, в котором мы сейчас проводим занятия, распространять опыт борьбы за проведение объективной оценки условий труда, доводить до сотрудников, до работников необходимость активного участия каждого работника. Потому что по закону о специальной оценке труда количество представителей работников в комиссии не ограничено. То есть, каждый работник имеет право участвовать. Более того, если нет профсоюза, а, кстати сказать, проведение специальной оценки труда – это хороший повод вообще создать профсоюзную организацию на своем предприятии. Но если нет, то, тем не менее, участие представителей работников в комиссии по специальной оценке является обязательным. Соответственно, людям все равно придется собраться и выбрать кого-то, кто будет участвовать, кто будет представлять их интересы. И надо, конечно, чтобы этот человек отвечал своему высокому положению. Потому что от того, как пройдет специальная оценка труда, зависит жизнь, зависит здоровье, зависит сохранение льгот компенсаций, зависит досрочный выход на пенсию и так далее. На Российском комитете рабочих, который дважды в год проходит в Нижнем Новгороде, регулярно поднимаются вопросы охраны труда. Неоднократно мы уже поднимали вопросы по специальной оценке труда. И вот осенью 2016 года в постановлении Российского комитета труда по обмену опытом борьбы и за улучшению условий труда были следующие пункты. Российский комитет рабочих рекомендует рабочим профсоюзным организациям следующее. Активно участвовать в работе комиссии по СОУД, следить за объективностью измерений, обращаться за государственной экспертизой условий труда. Вносить в коллективные договора обязательства работодателя по улучшению условий труда, повышенной компенсацией гарантии работникам в связи с вредными условиями труда. При исполнении работодателем требований по улучшению условий труда проводить коллективные действия, направленные на улучшение положения работников. Улучшение условий труда является коренным интересом рабочего класса, без которого невозможно уничтожить классовое неравенство. Благодарю за внимание. Спасибо. Так, вот один вопрос поступил. И есть желающие выступить. Вопрос Виктора Ивановича. Могли бы и сами задать его. Могу, да. Денис Борисович, на Ваш взгляд, где и в чем не дорабатывают партии, общественные объединения, ставящие своей целью защиту интересов трудящихся? Вот в процессе, который сейчас идет по специальной оценке условий труда. То есть получается, что сегодня по факту, и Вы об этом прекрасно сказали, что вот эта специальная оценка условий труда – это оружие классовой борьбы буржуазии против рабочих. И эта тенденция негативная преобладает на позитивную. Да, совершенно верно. В настоящее время именно так. Государство работодателей дало, так сказать, своим чадом, будем говорить так, или, правильно сказать, индивидуальным работодателям, представителям своего класса, инструмент, с помощью которого можно ухудшить условия жизни и труда рабочих. Значит, задача профсоюзных организаций – перехватить вот этот инструмент, взять это оружие. Конечно, борьба здесь идет не на равных, но, тем не менее, тем не менее, значит, для того, чтобы овладеть этим оружием, прежде всего нужно знание. Да, это раз. Значит, никто за нас не изучит эти законы, не изучит методику, не изучит, так сказать, методичку и так далее. Раз. Второе. На своих рабочих местах необходимо этим вопросом заниматься. Нельзя пускать этот вопрос на самотек, считать его каким-то маловажным. Ну, а то, что касается недоработки, наверное, недоработка в том, что недостаточно мы акцентируем на этом внимание, и, наверное, надо чаще этот вопрос поднимать, и углубляться, может быть, в какие-то отдельные аспекты. Отдельные аспекты. Потому что, допустим, даже сегодняшняя лекция, она такой больше общий теоретический характер носит. Ну, есть у нас и положительные примеры. Вот мы проводили, например, занятия в первичной организации МПРА у нас, в Ленинграде, и, надо сказать, что получили хороший отклик, то, что касается специальной оценки труда и вообще условий труда. Ну, я думаю, что надо, так сказать, в своих рядах взращивать экспертов, которые могли бы дать квалифицированный ответ. То есть, в принципе, член партии должен уметь ответить на вопросы рабочих, на вопросы работников. Что такое спецоценка, так сказать, что нужно делать, как противостоять этому. То есть, это пропаганда организации. Спасибо. Так, вопросы исчерпаны. Присаживайтесь, Денис Борисович. Два выступающих. Герасимов Иван Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить Дениса Борисовича за актуальнейшую лекцию и сказать, что классики марксизма действительно укидали огромное внимание вопросам условий труда. Маркс, даже интересная фраза была у Маркса, да, слышно, и так будет, спасибо. Вот, интересная фраза есть у Маркса, что законы обуздывают безграничное стремление капиталистов к высасыванию рабочей силы. То есть, у капиталистов стремление вот это высосать из рабочего последней, оно безграничное. И наивны те, кто думают, что вот улучшится экономическая ситуация в стране, наше предприятие станет богаче и будет от этого лучше. Надо вспомнить, что Маркс описывал ужасающее поражение рабочего класса в Англии тогда, когда Англия была владычицей полумира, и с этого полумира высасывала все соки, то есть была богатейшей страной земного шара. И в гораздо более бедной по тем временам Америки, английской полуколонии, по сути дела, рабочая сила стоила гораздо дороже. Там гораздо более высокие были уровни заработной платы. Всего того, что достигли современные рабочие в развитых капиталистических странах, это результат их красовой борьбы и результат воздействия на ситуацию существования Советского Союза и стран социалистического лагеря. Вот, а еще у классиков, вот я сейчас сидел и сках в интернете, не нашел у меня, к сожалению, у Гровани, как у Михаила Васильевича, есть такое, что коммунисты отличаются, я не цитирую, это пересказ в чистом виде, я даже не помню, у Маркса это или у Ленина, но коммунисты отличаются от любителей политической трецкотни о демократии, свободе, равенстве и тому подобном, что ставят в агрову у Гра простой вопрос об улучшении условий труда. Я не сильно перебрал? У Ленина. Вот, это вот отличает коммунистов от любителей политической трескотни и пустой фразы. Значит, ну а теперь вот что делать? Елизавета Борисович совершенно верно сказал, что надо изучать вот соут, как вот ее проводить, но есть, вообще говорить, погружаться в основы, хорошо вообще говоря, конечно, это может быть задача не столько для членов партии со стороны, сколько для членов профсоюза, работающих на этом предприятии. Надо знать, что вам угрожает, среди каких опасностей вы живете. Например, профсоюз докеров имел договор с одним из московских НИИ-медицинских, я, к сожалению, сейчас не могу назвать его название, но и там достаточно интересные и глубокие вещи были о воздействии труда. Ну, докеры, они в основном у них физический труд, они носят на позвоночник и так далее. И вот один из руководителей профсоюза, Антоний Васильевич Федотов, он мог долго и с интересом рассказывать обо всех этих вредных факторах, о таких вредных факторах, когда вот человек летом из трюма, где минус 27, выходит на улицу, где плюс 32, это тоже очень вредные факторы. И таких факторов очень много, их надо знать, и надо вот стараться погружаться в это. Ну, а как это отбить? Вот у нас, скажем, года 2-3 года тому назад, вот у нас свера судьба с городом Тротранса, мы там как раз перешли с аттестацией рабочих мест на эту СОУТ. Ну, и как перешли на эту СОУТ, то сразу выяснилось, что раньше троллейбусы были еще советские, старые, там у них были электромагнитные поля, да это было вредно, а сейчас появилась новая техника, и, значит, СОУТ обнаружил, что там вредных факторов нет. И поэтому убрали дополнительные дни к отпуску и убрали доплаты соответствующие. Причем, в полном соответствии с тем, что тут сказал Денис Борисович о том, что это орудия красовой борьбы, убрали не со всех, а убрали только с тех, кто будет вновь устраиваться на работу. То есть те, кто раньше работали, на них это действовало, а на новиклибовших, видно, они какие-то такие закаленные особо, и на них эти факторы не распространяются. И вот с них это сняли, эти факторы. Ну, и в таких случаях, конечно, надо бороться просто вот в корт договор вставлять тупо то, что вот требуем раньше вот у водителей было столько-то дней к отпуску, и требуем ставить это в корт договор. Мы не обязаны это обосновывать все со ссырками на УСОУТ и так далее. Вот такое наше требование о выдвижении в корт договор. Мы вот считаем, что не улучшились условия труда. И это вообще, говоря, воспрепятствовать этому с юридической точки зрения нельзя. Признать эти требования незаконными нельзя. Но, конечно, лучше здесь подкрепляться, как это делали докеры с заключениями института. А если с институтом договора докеров, ну, понятная идея, институт, так сказать, будет тяготеть к тому, чтобы хорошее заключение делать, которое заказчику удовлетворит. Вот. Этим, конечно, надо подкрепляться. Это вот с одной стороны. И здесь нужно, ну, общие, так сказать, приемы пролетарской борьбы, борьба за корт договор, вплоть до выхода к забастовке и так далее. Потому что иначе, ну, Россия, в общем-то, врождается. Но здесь надо видеть и позитивную тенденцию, достаточно сильную. Совершенно верно. Вот Денис Борисович сказал, что вот среди молодых рабочих, энергичных, умных, вот такого, я бы даже сказал, не было, насколько я помню, в советские времена. Потому что, как правило, наоборот, существовал некий конкурс за работу на вредном производстве, потому что там доплачивали и так далее. Ну, тогда в советские времена заботились о тех, кто здоровье свое терял. И это проявлялось. А сейчас вот среди молодежи очень интересное, очень такое заинтересованное отношение к условиям труда. И вот Денис Борисович, надо сказать, со своими знаниями мы выступали перед работниками города Тротранса. И это, в частности, есть на видео с 15-го года на Ленру висит. И очень заинтересованно работники выступают именно к вопросам охраны труда. Поэтому это вот специальность Дениса Борисовича здесь востребована сильно. И это вот сейчас такое поднимается, и это очень хорошо. Ну и напоследок, что хотел бы сказать. Всяких вредностей на производстве много, но они все лечатся одним очень сильно действующим лекарством. Это лекарство сокращения рабочего дня. Например, тут имеет место даже такое качественное, качественный такой момент. Вот, как Денис Борисович совершенно верно сказал, вот, когда выветривается этот вредный фактор из организма, есть какие-то вредные факторы, которые, скажем, если вы 6 часов отработали, то они, вы пришли домой, там поспали, они ушли из организма. Если же вы 8 часов работаете, то их там больше, перерыв между работами у вас меньше, и они не успевают из организма уйти. Это очень существенный и качественный скачок, потому что тогда они начинают что делать? Они начинают в организме накапливаться. И тут и онкология, и все-все-все. У нас вот товарищ Валерий Павлович Худяков умер на рабочем месте, прямо он был гальваником, ну и рак печени, все сказали надышался. Вот это вот тоже существенный момент. Ну и, в общем-то, последнее, что я хотел бы сказать, то, что Денис Борисович тут обморвився о неравенстве сих, в неравных условиях мы ведем борьбу. И это действительно так. Потому что, конечно же, рабочий класс потенциально на порядок сильнее капиталистов. Насколько численно он мощнее рабочий класс. Даже на конкретном предприятии, вот, скажем, у нас в Политехе, вот, ну, уже в последние времена достаточно служба охраны выросла, но все равно это было 600 человек на 2600 преподавателей и 17 тысяч студентов, и еще сколько-то там тысяч научных работников и так далее. И на любом предприятии, как правило, ну, 1 к 10, это много охранников считается. Ну, если на одного охранника там 10 рабочих, то никак нельзя и не говорить, что на предприятии капиталист сильнее, чем рабочие. Так что поэтому вот это у нас вселяет оптимизм. И вопрос, где разомаром, как рабочих организовать. Ну, да, об этом будем думать, в том числе и на Российском комитете рабочих. Спасибо, Ильич Борисович, за лекцию. Так, последний наступающий. Спасибо, Ильич Борисович. Ну, вот я внимательно слушал Денис Борисовича. Хочу, так сказать, поддержать Ивана Михайловича. В лекциях поднят вообще фундаментальный, коренной вопрос существования и развития рабочего класса. И, к сожалению, вот этот вопрос, как-то вот он, я бы сказал, ну, сильно скажу, наверное, он упущен. В том числе из нашего внимания. И придаем мы не тое значение, которое должны придавать. Вот Иван Михайлович здесь помянул Маркса, который исследовал положение рабочего класса, да, ужасающее. Да далеко ходить не нужно. Вот если мы посмотрим на положение рабочего класса у нас в России, ну, оно мало чем отличается в принципиальных вопросах от того, что было 150 или 200 лет назад. Вот мы в своих лекциях, в своих статьях, в своих расчетах говорим, что, скажем, средняя заработная плата у нас рабочих не дотягивает до стоимости рабочей силы, составляет процентов 20. Я изготовлюсь к Ленинской конференции, сделал новые расчеты. Это оптимистичный взгляд. Мы берем среднюю заработную плату. Как в известном анекдоте, поговорке, средняя температура по больнице. 36,6. У одной половины под 40, помрут скоро, у другой 35 тоже помрут. Вот тоже самое у рабочих. А как у вас еще? То же самое у рабочих. Вот средняя заработная плата, говорим, в 2017 году, почти 39 тысяч. Ну, вроде так вот уже чуть-чуть приближается. Но я задался вопросом, а какая средняя зарплата у рабочих? Ну, пришлось покопаться. Последние данные, которые дает Росстат, это за 15-й год. Так вот, за 15-й год она составила у рабочих 26 тысяч рублей. 26 тысяч 300 рублей. Это при том, что у руководителей более 60 тысяч, у специалистов более 35 тысяч 600 рублей. Дальше, элементарные арифметические расчеты за эти два года, потому что данные за 15-й год последние, она выросла на 15%. И отнимите подоходный налог, поскольку это налог на доходы физических лиц 13%, поскольку это номинальная заработная плата. Получается, что сегодня средняя заработная плата уже рабочих 26 тысяч 300 рублей. Вот она такая осталась. Не заработная плата, а то уж на руки получилась. Реальная заработная плата. А, ну, после. Я сказал бы это. Ну, и представим, у него семья. Как мы знаем, чтобы наша страна вообще не вымерла полностью, в семье сколько должно быть детей? Трое. Вот жена сидит с детишками, его муж приносит 26 тысяч рублей. Сколько на человека получается? 5 тысяч небольшой. Какой у нас прожиточный минимум? 10 тысяч, округляю. 10 тысяч. Значит, что, в какое положение сегодня поставлен рабочий класс по уровню заработной платы? Российский. Это мучительное вымирание. Не просто испытание какие-то тяготы и неизгоды, а мучительное вымирание. Это одна сторона. Второе, продолжительность рабочего дня. Мы знаем, что это зашкаливает. А вот Денис Борисович поднял вообще ту основу, фундаментальную, на чем стоит. Потому что, если брать условия труда в широком плане, то это все сюда входит. И Иван Михайлович правильно привел эту мысль Ленина, что все формулы коммунизма марсуют к улучшению условий труда. Я не зря задал этот вопрос, потому что вот у нас, когда это, так сказать, закон выпадет? Уже два года идет полным ходом, да? С 14-го года. С 14-го года. Уже три года, считайте. Третий год идет. Вот эта специальная оценка условий труда, которая, по сути дела, является еще одним инструментом в руках правящего класса. Чтобы еще раз вот нагнуть, еще раз, так сказать, насесть, так сказать, наложить какие-то тяготы на рабочий класс. Из 20 миллионов аттестованных рабочих мест, миллион 700 тысяч, это фактически ухудшили положение. Это же не 10, не 20, это миллион 700 тысяч. Это огромные цифры. То есть идет наступление со стороны российской буржуазии и на эти права рабочего класса. Что противопоставить? Ну, Денис Борисович приводил примеры. Есть отдельные, скажем так, позитивные примеры. Вот там вот краски, профсоюз там, ФНПР. Но мы должны понимать, ФНПР находится под чим колпаком? Единая Россия. Это какая партия? Буржуазная. Другая крупная у нас профсоюз российский. Под чим колпаком? Справедливая Россия, другая буржуазная партия. Сделают они что-то радикальное в пользу, в интересах рабочего класса? Конечно нет. Получается, что только вот те партии, которые ставят свою задачу, защиту интересов рабочего класса, должны противопоставить что-то и помочь профсоюзам, поскольку самостоятельно тяжело им будет. Вот и светлый пример. Это, пожалуй, единственный пример у нас. Это, так сказать, восстановление Российского комитета рабочих 16-го года. Но, похоже, поскольку ситуация пока идет негативно, развивается негативно в русле, значит, надо, наверное, побольше внимания уделять этому вопросу. То есть, наверное, недостаточно вот один раз обсудить на Российском комитете рабочих и в других партиях и общественных объединениях. Ну, вот я думаю, вот сейчас, вот в этом году выборы президента. Ну, вот и все туда, многие туда навалились. И кучу сил отдали. Может, во главу угла поставить наряду с сокращением рабочего дня до 6 часов без сохранения заработной платы и достижения, скажем, повышения реального содержания заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. И вот этот вопрос, который сегодня, скажем, осветил Денис Борисович. Может, это и есть главное направление нашей деятельности? Ну, спасибо за внимание. Так, Денис Борисович. Благодарю выступавших за высокую оценку моего доклада. И в заключении я хотел бы отметить, что, как мы видим, борьба классов, она идет постоянно. И если один класс борется, а второй не борется, это не значит, что второй класс перестает на него наступать. Рабочий класс понес значительный урон после реставрации капитализма. Это и резкое снижение уровня жизни, это снижение социальных гарантий, это низкая заработная плата, это постоянно растущее удлинение условий труда, постоянное удлинение рабочего дня, о котором говорил Виктор Иванович. Но мы видим, что на этом не остановятся, так сказать, граждане-капиталисты. И не останавливаются. Они идут дальше. Они хотят отнять и последнее. Они хотят отнять те, по сути дела, жалкие льготы, которые чуть-чуть повышают заработную плату по сравнению с теми, кто трудится в более-менее сносных условиях труда. Они хотят и это отнять. Они хотят отнять сокращенный рабочий день. Они хотят отнять дополнительное время отпуска, которое в нынешних условиях зачастую, закон это позволяет, рабочие тоже получают деньгами, потому что не хватает заработной платы. Или используют это для, так сказать, другой работы какой-то, сезонной работы и так далее. Это, наконец, светлая перспектива, которая многим кажется такой близкой выхода на льготную пенсию. Вот я выйду на пенсию, буду ее получать, хотя бы дополнительный какой-то доход. Да, мне придется еще работать, прокормиться, но я буду иметь какой-то твердый, независимый от моей работы источник дохода. И вот это, так сказать, тоже отдаляется в непонятную перспективу. Так вот, вопрос стоит в том, сколько можно терпеть, что нужно еще сделать классу работодателей, для того, чтобы рабочий класс, наконец, зашевелился и, так сказать, дал по шее работодателям. Силы для этого есть. Нужны знания, нужна организация, потому что в одиночку, конечно, этого не сделаешь. Совершенно справедливо сказал Виктор Иванович, что нельзя вопрос условий труда поднимать однократно. Он и поднимался и раньше, это я привел в последнее постановление. Но 30 марта, 1 апреля состоится очередной семинар, очередное заседание Российского комитета рабочих, где будут подняты два ключевых вопроса. Традиционно мы разбираем вопрос, уже традиционно ставшим вопросом о сокращении рабочего дня до 6 часов. Это борьба профсоюзов за условия труда, сохраняющие и улучшающие здоровье работников и работниц. Здесь еще акцент сделан именно на работниц. Ну и, наконец, вопрос, посвященный охране труда. То есть и условия труда, и охрана труда на Российском комитете рабочих будут разбираться. Поэтому, пользуясь возможностью эфира, я хотел бы еще раз пригласить всех активно борющихся за улучшение условий труда и вообще за свои классовые интересы на Российский комитет рабочих. Ну а те, кто не смогут приехать, потом смогут увидеть трансляцию на Красном ТВ, на Ленру и на канале Фонда Рабочей Академии. Благодарю за внимание. Тема следующего занятия. Встречаемся мы в четверг, через неделю. Тема занятия. Объективные и субъективные основания свободы человека и общества и проблемы демократии. Лекцию читает доктор философских наук, профессор Огородников Владимир Петрович. Еще раз выходит. Объективные и субъективные основания свободы человека и общества и проблемы демократии. Встречаемся через неделю. Продолжение следует...